Дорогие друзья, вот и подошла к концу онлайн-часть Хайзенбак 2022 осень. Руслан, Мария, какие впечатления? Я в целом считаю то, что конференция прошла хорошо, если спикеры и эксперты получили удовольствие от своих выступлений, а наши уважаемые зрители подошли к какому-то профессиональному росту и в целом получили полезную информацию на докладах. Ну, а я от себя хочу сказать, что я получу удовольствие, а все баги, которые мы словили, пойдут нам также в рост и развитие. Руслан. Да, но я бы, наверное, не столько делал акцента на росте и развитии, потому что все-таки конференции — это в том числе и место для того, чтобы повеселиться и провести время, и немного выдохнуть и перезагрузиться. Понятно, что в онлайне это всегда не так работает, но нас же еще ждет оффлайн, но об этом мы поговорим отдельно. Я хочу сказать, что, кажется, все получилось. Я вчера, когда там выступал с интервьюшечкой, с Авениром, Авенир, спасибо еще раз за это, оказался совершенно доволен. Кажется, все прошло неплохо, люди в дискуссионке были, пообщались, поговорили, все супер. Сегодня я вижу, что программа конференции набрана с хорошим балансом и полезности, и сложности, и интересности. Естественно, там, игра 100 к 1, я надеюсь, уважаемые зрители, вам понравилось так же, как мне, потому что мне понравилось очень сильно. Надеюсь, что ребятам тоже, которые с нами участвовали. Ну, в общем, кажется, что баланс соблюден, очень круто. Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые к этому приложили руку. На самом деле, в первую очередь, я, наверное, начну. В первую очередь хочется поблагодарить спикеров, которых вы видите на слайдах. Там есть я, я сам себя благодарю. Вот такая замечательная ситуация. Соответственно, спикеры — это те люди, которые вкладывают в конференцию на самом деле очень много сил. Конференция складывается из множества разных вещей, разных работ, разных потоков информации и усилий. И спикеры, наверное, это все-таки такая центральная вещь в существующей конференции. И хочется поблагодарить всех докладчиков за то, что они нашли время на то, чтобы продумать и придумать тему, подготовить доклад, сделать несколько прогонов с программным комитетом. А такое, ну, вуджу-гру-гру происходит повсеместно. То есть я знаю очень мало докладчиков, которые там условно делают один прогон или полпрогона, или там делают запись, и потом попадают сразу же в список докладчиков. Поэтому за все эти огромные усилия хочется наших спикеров поблагодарить, сказать большое спасибо. От имени конференции я это сейчас говорю, ну и, соответственно, от имени в том числе человека, который конференции джуга очень любит. Спасибо за то, что сделали Гизенбак возможным. А также от имени конференции я хотел бы и от себя лично поблагодарить наших замечательных экспертов. Вы пробрасываете мостик между нашими спикерами и вами, дорогие зрители, задаете каверзные вопросы, помогаете разворошить знания и тему. Это очень ценно. Спасибо вам. Ну и еще те люди, без которых конференция бы не состоялась, это наш уважаемый программный комитет. Ребята, еще раз говорю, что вы приложили огромные усилия к тому, чтобы составить программу конференции. И спасибо вам лично от меня. Мне с вами было максимально комфортно работать в этом сезоне. Ну а дальше больше. Да, и поскольку я на конференции присутствую во множестве шляп, как говорят менеджеры, и как один из спикеров, и как ведущий, и как бывший член команды Jukro Group, и как участник, на самом деле, который в индустрии в этой варится, я думаю, что я от имени, ну от своего имени, от имени всех участников и спикеров, и на самом деле, и программного комитета поблагодарю компанию Jukro Group, потому что мы знаем, сколько сил уходит на то, чтобы сделать конференцию. Мы знаем, сколько сил уходит на то, чтобы сделать онлайн плюс офлайн конференцию в таких, в общем-то, непростых условиях, которые сложились у нас сейчас. И мы видим отличные программы, мы видим отличную организацию, мы видим, что, ну, в целом все проходит хорошо. И за это огромное спасибо за то, что все вы, огромная команда, вкладываете столько сил, столько старания и столько, в общем-то, своих мыслей и идей в то, чтобы конференционная индустрия в России, в IT развивалась и дальше. Поэтому большое вам спасибо, ребята. Спасибо. И если мы говорим о множестве шляп, то сегодняшний день, он тоже необычный, разнообразный. В миру 8 ноября это Дмитриев день, как подсказывает Яндекс, а у нас это последний день онлайн-части и комьюнити день. Конференция не заканчивается. Конференция будет продолжаться 22 ноября в Москве, в Монарх, что это, отель, да, у нас Монарх? Гостиница Монарх. Пройдет оффлайн-часть Хайзенбага. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. О том, что вас ждет на этом оффлайн-дне, расскажет наш замечательный программный комитет. Сергей Бронников. С помощью Тарантул бронизовал фазинг в луа-скриптах в популярных движках. Это позволило найти проблемы, которые было бы невозможно найти при помощи других видов тестирования. Василий Буров. Василий познакомит нас с тестами на проникновение и их применением для анализа защищенности Windows-приложений. Рамазан Рамазанов. На примере проектов за последние несколько лет Рамазан расскажет, как взламывают API, какие самые популярные недостатки и как сделать ваши API безопаснее. Дмитрий Андреянов и доклад «Секреты строительства пирамид». Дмитрий объяснит, как сделать дешевые тесты для ГУИ и как в Яндексе получилось заменить 80% функциональных селениумных тестов юнитестами на JS и JS-DOM. Яна Елизарова разберет, где кончается функциональный и начинается юзабилити-тестирование. А также, кто отвечает за эргономику, как провести консистентное юзабилити-тестирование без соответствующего специалиста, как зафиксировать результаты тестирования удобства. Владимир Ситников в своем докладе расскажет про особенности тонкости анализа результатов тестов производительности. А Александр Иванов поделится наработками команд тестирования производительности Яндекса и представит новый сервис – WoW-Testing. Александр Шарков из Monitor Electric расскажет, как он с помощью самописных ботов расширил функциональность Azure DevOps, что позволило автоматизировать процессы тест-опс во множестве команд. Олег Прикода из Касперски написал обвязку для PyTest, с помощью которой можно запускать разные типы тестов на разные продукты от разных команд на разном железе. Алексей Белоглазов из Тиньков решил проблему рассинхронизации моков и реальных сервисов. Его инструмент NERZOO генерирует моки на основе ответов самих сервисов. А Семен Киреков из MTS Digital расскажет про N2M-тесты, как их писать на GNU5 и Spring Boot Test и автоматически запускать на каждый коммит с помощью тест-контейнерс. И снова привет! Секция Mobile, E2E-тесты бывают часто нестабильными. Эмилия Куцарева расскажет о том, как работает система в Одноклассниках, которая на основании падений функциональных UI Android-тестов запрещает Merge Master. Как они к этому шли? Что под капотом? И детали реализации в докладе Эмилии. А в секции про UI-тестирование будет доклад про Model-Based Testing. Это одна из тех тем, про которые много говорят, но мало кто делает на практике. Никита Чигадаев расскажет именно о практиках применения и на основе своего опыта разберет плюсы и минусы данного подхода. Приходите, будет интересно. Ну а в целом, кроме тех частей конференции, мы сейчас сегодня говорим про конференцию как про какой-то конструктор, Важной частью являются также наши партнеры, без которых конференция бы не состоялась. Это золотые партнеры Мирплатформ, ВК, СМЛаб, Единый Цупис, Headhunter и МТС Диджитал. И серебряный партнер TestIT, а также партнер Krog. Спасибо вам огромное. Ну а small reminder для вас, уважаемые зрители, вкладки выставка и квизы и розыгрыши от партнеров не закрываются. Если вы были поглощены полностью программой конференции в эти два дня и не успели выиграть ценные призы от наших уважаемых партнеров, то вы можете это сделать вплоть до 22 ноября. Конференция же у нас не заканчивается. Конференция продолжается. Так, и что, мы говорим сейчас про оценки докладов, да? Да, да, да. Это важно. Ох, про эти оценки докладов мы говорим все время. Я еще раз напоминаю, мы делаем конференцию на основе ваших оценок, на основе ваших фидбэков. Поэтому не забывайте оценивать доклады, даже если посмотрели в записи. Спикером и нам, программному комитету, это очень важно. Да, на самом деле я тему с фидбэком и с обратной связью продолжу, потому что обратная связь – это действительно краеугольный камень работы над конференцией. И для программного комитета, и для команды организаторов. И я настойчиво прошу вас, как сегодня утром я об этом говорил очень долго, и сейчас я также возьму пару минут на то, чтобы об этом поговорить. Потому что если вы не будете оставлять обратную связь, то гизенбак лучше не станет. Если он вам очень нравится, ну скажите об этом. А если вот хотя бы что-то вам кажется можно улучшить, ну то есть какую-то тему забыли, или что-то не так пошло, или где-то что-то отвалилось на 15 минут. Ну бывает такое, обязательно скажите об этом, напишите, что вы это заметили, вам это важно, вам важно, чтобы такого не было. Или наоборот. Ну то есть здесь очень важно понимать баланс того, какие ресурсы во что надо вкладывать, каких докладчиков нужно звать. Звать ли кейноутеров не по тематике конференции, как сегодня Александр у нас выступал? Интересно. Ребята позвали, но они же как вывод это сделают? Никак, если вы обратную связь не оставите, поэтому оставляйте обратную связь, она уже лежит у вас на почте и доступна до 1 декабря. Поэтому идите, пожалуйста, в свою почту, на свой электронный адрес, проверьте, есть ли там письмо, если его там нет, посмотрите в спаме. Если в спаме его нет, пишите в поддержку команды Juke.ru.group, там точно помогут. Собственно, не игнорируйте эту возможность, потому что такая штука реально нужна. Я просто по своему опыту могу сказать, я и в отделе маркетинга в Juke работал, и в программном отделе. И, в общем, если фидбэков не добирается, то это полная большая проблема, потому что выводы делать не на чем, потому что с нашей стороны все выглядит вроде неплохо. Но вы знаете, что с вроде неплохо работать очень сложно, поэтому делитесь обратной связью, пожалуйста. Это правда. И на самом деле нам важны не только ваши оценочки в виде звездочек, но и какие-то текстовые комментарии, потому что, опять же, вся программа, она и будущего сезона в том числе, составляется на основе того фидбэка, который дан текстом. Причем желательно развернутым. Развернутым текстом. Да, именно так. Поделитесь о том, понравились ли вам ведущие, понравились ли вам открытия, закрытия. Для этого всего там есть куча текстовых полей, насколько я помню, если их не поубирали, но думаю, вряд ли. Пишите все, что в голову придет. Вот мне, например, очень интересно послушать, нормально я отвел конференцию или нет, с точки зрения зрителя. Потому что я-то с этой стороны камеры сижу, и мне вроде норм. Я думаю, Авенир со мной этот интерес разделит совершенно. Поэтому пишите максимально подробно, максимально много. Потратьте просто на это свои 15-20 минут. Мы вам будем очень благодарны. И команда организаторов будет вам за это очень благодарна. И более того, в качестве благодарности вы получите доступ к видеозаписи любой конференции осеннего сезона «Джук.ру.групп». А это, на секундочку, больше 10 конференций, наверное, да? Огромное количество. Одиннадцать мероприятий. Одиннадцать конференций. К одной из них на выбор можете получить доступ к видеозаписям. То есть ко всем докладам, которые состоятся или состоялись. А это JavaScript, .NET, Java, Python, тестирование, DevOps. Да, короче, целая куча всяких интересных вещей. Поэтому не пропускайте такую возможность. Итак, ну что ж. Наверное, мы можем объявлять онлайн-часть конференции Гизенбага закрытой. Да, давайте похлопаем. Ура! Ну, а это не все, как мы уже сказали. И 22 ноября мы ждем вас в гостинице «Монарх». Увидимся с вами, ребят. До встречи. Всем пока.